Продолжение следует... Проект был разработан фондом имени Миклуха Маклая при поддержке фонда президентских грантов. Данный проект посвящен достижениям наших соотечественников в изучении океанейского региона, а также рассказывает о русских названиях географических объектов в океане, со странным миром которой у России довольно тесные исторические связи. В рамках этой экскурсии будет приведено краткое описание плаваний и пребываний русских путешественников в различных уголках южной части Тихого океана, а более подробно о каждом из них вы сможете узнать из наших лекций. Океания представляет собой собирательное название более двух десятков тысяч островов общей площадью более 8 миллионов квадратных километров в южной части Тихого океана. Несмотря на то, что изначально масштабы океании кажутся сравнительно небольшими, сам регион простирается от берегов Австралии до южноамериканского континента. Говоря о масштабах региона, для более детального представления важно отметить, что самое крупное государство океании – Папуа-Новой Гвинеи – сопоставимо по размерам с Германией. В океании расположены 13 независимых государств, куда также входят и Папуа-Новой Гвинеи, Вануату, Соломоновые острова и другие. Считается, что еще 50 тысяч лет назад острова океании практически не были заселены, но ученые сходятся во мнении, что происхождение океанейских народов берет свое начало в Юго-Восточной Азии. И океанию, как таковую, принято делить на три культурных ареала – Меланезию, Микронезию и Полинезию. Безусловно говоря, об исследованиях океании необходимо сказать о первой русской кругосветной путешествии Ивана Федоровича Крузенштерна и Юрия Федоровича Лесянского, которое изначально планировалось как коммерческое плавание российско-американской компании для поиска путей снабжения Аляски и Камчатки, а также установления торговых отношений с Японией и Китаем. Морской министр Мордвинов в начале августа 1802 года предложил Крузенштерну командование кругосветной экспедиции. Инициативу материально поддержали граф Румянцев и посол в Лондоне Воронцов, который видел в этом плавании перспективу укрепления российского-британского сотрудничества. Обладая опытом совместной службы, Крузенштерн предложил Лесянскому взять командование вторым судном. Итак, в 1802 году император Александр II дал разрешение на отправку из Кронштадта первой русской кругосветной экспедиции, а летом 1803 года в Лилична посетил экспедиционные суда. После тщательной подготовки шлюпы Нева и Надежда отплыли из Кронштадта. Капитаном Надежды был Иван Крузенштерн, а капитаном Невы Юрий Лесянский. Экспедиция держала курс на Южную Америку, а после должна была достигнуть Гавайских островов и разделиться. Надежда направлялась в Азию, а Нева в Русскую Америку, владение России на западном побережье Северной Америки, после чего оба судна возвращались в Россию через Южную Африку. В соответствии с планом экспедиции, для пополнения пресной воды из ясных припасов маршрут Надежды должен был пройти через остров Пасхи или, как он тогда назывался, Рапа-Нуй. Экипаж увидел этот остров в марте 1804 года, где русские моряки смогли увидеть живописный остров со знаменитыми статуями острова Пасхи, которые называются Моаи. Первым к берегу на небольшой лодке подошел лейтенант Павалишин, который, чтобы расположить себе островитян, повторял несколько раз слово «тео», что означает «друг» на местном языке. И стоит отмечить, что встреча прошла довольно в теплой обстановке. В апреле 1804 года экспедиция прибыла на остров Нукухива, который располагается в Полинезии. Остров пробудил в русских мореплавателях поистине мальчишескую радость, и когда туман рассеялся и шлюп Нева проплыл до южного берега острова, Нукухива пристал во всей своей грозной красоте с суровыми скалами, многочисленными водопадами и зелеными долинами. У входа в бухту острова к российскому судну подошла местная лодка, а указательный при палец правой руки островитян был всегда вытянут, что означало символ дружбы и мира. Нукухиванцы также тепло встретили российских моряков и преподнесли им большой запас провизии. Более того, они встретили на острове француза Жан-Батиста Кабри и англичанина Эдварда Робертса, которые жили на Нукухиву около семи лет и стали мостиком в общении россиян и Нукухиванцев. Экспедиция Грузенштейна имела большую научную значимость. Неподалеку от Гавайских островов Лисянским был открыт одноименный остров Лисянского, который носит название и по сей день. В то же время были удалены с карт несуществующие острова, уточнена береговая линия Северной Америки и Японии, а также приведены многочисленные исследования в области гидрометеорологии. Труды Крузенштерна и Лисянского по итогам экспедиции были переведены на основные языки Западной Европы. Говоря о Василии Михайловиче Головнине, который является, безусловно, одним из выдающихся русских мореплавателей-исследователей XIX века, то в 1806 году он был назначен руководителем экспедиции, главной целью которой было исследование малоизвестных островов между северо-восточной частью Азии и северо-западной частью Северной Америки. Для этого был снаряжен шлюп Диана, который покинул Кронштадт 25 июля 1807 года. Тильзитский договор 1807 года между Российской империей и Францией нанес некоторый урон российско-британским отношениям, в результате чего англичане аннулировали пропускные документы Головнина. Ну и поначалу ничего не предвещало беды, и в декабре 1807 года португальские власти Типро встретили его в Бразилии. Но в апреле следующего года шлюп Диана был захвачен англичанами в Южной Африке, где Головнин провел более года в заключении, после чего бежал вместе со своим экипажем в мае 1809 года. В Кейптамне Головнин познакомился с сыном вождя новозеландского племени Нгапуи по имени Матара. И капитан российского судна, и молодой вождь прекрасно владели английским языком, поэтому их беседы были достаточно долгими и содержательными. Головнин пригласил его на обед на борту Диану, где было несколько книг от Новой Зеландии, в которые Матара внес несколько корректировок, содержащие их факты. В ходе второго кругосветного плавания Головнин также посетил Гавайские острова, где экспедиция пробыла около полумесяца. Головнин дал подробное описание Гавайского королевства под руководством Камиамия I, который является одним из наиболее ценных источников о гавайском быте тех времен. Леонтий Андреанович Гогемейстер, как и первый русский кругосветный мореплаватель Крузенштейн, был преуспевающим учеником в военно-морском деле. После кадетского корпуса он обучался в Великобритании и не успел шлюпнева вернуться с кругосветного путешествия, как Лисянский передал управление судном молодому лейтенанту Гогемейстеру, которому на тот момент было 26 лет. Изначально установивший исключительно торговые цели, экспедиция отпула из Кронштадта в октябре 1806 года. Гогемейстеру удалось избежать неурядиц, и в марте 1807 года экспедиция прибыла в Бразилию, а через три месяца в июне Нева стала первым российским судном, посетившим Австралию. Отечественная война 1812 года знаменовала собой кратковременный перерыв российских путешествий на юг Тихого океана. Но после ее окончания экспедиции российских переплавателей получили новый импульс к развитию. Первым послевоенным кругосветным плаванием стала экспедиция тогда еще 25-летнего Михаила Лазарева на судне Суворов. И в момент выхода из Кронштадта в октябре 1813 года капитан Суворова обладал прекрасными знаниями маршрутов российских и зарубежных мореплавателей в австралийский залив Порт-Джексон. Уникальный визит корвета Сувора в Сидней состоялся в августе 1814 года. Русские мореплаватели пришли с газетами в австралийский залив Порт-Джексон, благодаря чему австралийцы узнали о победе над Наполеоном. В ходе визита русской экспедиции в Австралию сформировалось отношение к русским как к друзьям, а первую треть XIX века вполне можно назвать медовым месяцем российско-австралийских отношений. В ходе этого плавания также было обнаружено Тол Суворова, располагающийся в северной группе островов Кука, который носит это название и по сей день. При поддержке графа Румянцева начинается новая эра российских путешествий на юг Тихого океана. Главным кандидатом на пост очередной кругосветной экспедиции стал Отто Истафевич Коцебу, который, еще будучи юношей, принял участие в первом кругосветном плавании под руководством Крузенштерна и Лесянского. В июле 1815 года экспедиция вышла из Кронштадта, после чего посетила Чили, а после этого и остров Пасхи. Экипаж корабля увидел силуэт острова и с радостью задождал предстоящей встречи с островитянами. Весной 1816 года экспедиция Коцебу также провела исследование архипелага Туамоту, где уже 20 апреля 1816 года мореплавателям был открыт остров Румянцева, или как он сейчас называется Тикея, и ряд других островов. По свидетельствам русских моряков остров не был заселен, но полинезийцы регулярно посещали его, что подтверждалось многочисленными тропинками и воротами явами для сбора пресной воды. В 1816-1817 годах экспедиция провела исследование на Маршаловых островах, где были открыты и нанесены на карту еще 10 новых атоллов, получивших русские названия. На этих атоллах местные жители всегда оказывали русским морякам дружественный прием. Например, на атолле Аурсе стояла знаменательная встреча русских моряков с Каду, который изъявил желание принять участие в плавании и в дальнейшем сопровождал Коцебу на рейсе на Алиутские острова, а затем вернулся к себе домой. Особо примечательное свидетельство Коцебу о Гавайских островах, куда русская экспедиция прибыла весной 1816 года и была тепло принята королем Камьямио I. В 1823-1826 годах Коцебу совершил свое второе кругосветное плавание на шлюпе предприятия, который должен был доставить различные грузы на Камчатку, а затем намерен обследовать плоды Берингового пролива, Аляски, а также тропические моря и океане. Здесь особенно примечательно пребывание моряков на острове Таити, жители которого с радостью приветствовали экипаж предприятия. Во время пребывания на острове Коцебу удалось пообщаться с королевой Таити и даже увидеть новорожденного короля. Члены королевской семьи Таити также посетили русское судно, и во время их визита, как описывает мореплаватель, он беседовал с мудрым Таитианским старцем, который лично знал мореплавателя Джеймса Кука, а также обладал хорошими знаниями в области географии. В ходе своих экспедиций Коцебу посетил множество островов в океане, открыл почти два десятка островов и атоллов, а также собрал почти две тысячи форм живых организмов. В 1819 году по поручению императора Александра I была организована экспедиция в Антарктику под командованием Фадея Фадеевича Белинсгаузена и который, без сомнений, рекомендовал уже посещавшего Австралию Лазарева. Стоит отметить, что Белинсгаузен также был участником первой кругосветной экспедиции Грузинштерна. Корабли вышли из Кронштадта 17 июля 1817 года. Позднее, ввиду наступления осени, Белинсгаузен принял решение направиться к Сиднею. И 11 апреля оба корабля вошли в австралийскую гавань. Здесь уже началось исследование русскими моряками Австралии, была выделена специальная территория для исследований, а увидев интерес русских мореплавателей к науке, Маккори выделил часть австралийского гербария. Отпубликованные рассказы о путешествиях шлюпов Востока и Мирной и привезенные в Россию артефакты в 1821 году прекрасно дополнялись иллюстративными материалами художника Востока Павла Николаевича Михайлова. В 1819 году выдающийся русский мореплаватель Крузинштерн писал морскому министру, что Каролинский архипелаг, располагающийся в Микронезии, плохо его изучен, несмотря на то, что он расположен на морских торговых путях. Крузинштерн утверждал, что мореплавателям приходится пользоваться сведениями об этом архипелаге столетней давности. Эту проблему разрешила кругосветная экспедиция Федора Петровича Литки, которая состоялась в 1826-1829 годах. После посещения северной части Тихого океана и наступлением осени экспедиция не могла больше проводить исследования и отправилась в тропическую Микронезию и был взят курс на Каролинские острова, которые тянутся с востока на запад почти на 3000 километров и включают в себя более 900 преимущественно маленьких островов. Экспедиция улыбнулась у дачи, им был обнаружен остров, который назывался Кусайи. Экспедиция провела там 27 дней и установила тесные контакты с местными жителями, особенности с молодежью. И стоит отметить, что экспедиция Федора Петровича Литки считается одной из наиболее успешных русских экспедиций первой половины XIX века. И более того, в ходе нее появились два новых географических названия в океане. Истинное начало научных исследований в океане ознаменовала первая экспедиция Николая Николаевича Миклуха-Маклая на остров Новая Гвинея, куда исследователь прибыл в сентябре 1871 года. Ученый высиделся в Новогвинейском заливе Астролябия, который ныне по праву называется Берегом Маклая. В ходе своей первой экспедиции Миклух Маклай прожил 15 месяцев среди новогвинейцев, среди которых служил безграничное доверие и уважение. Ученый приводил факты, доказывающие, что все расы равны, и также просладывался, как ярый борец с расовой дискриминацией. Судьба Николуха Маклая неразрывно связана с Австралией, куда он впервые прибыл в 1878 году. В Австралии ученый провел ряд анатомических, антропологических и этнографических исследований, а также создал морскую биологическую станцию в Сиднее, которая способствовала развитию австралийской науки, а также являлась одним из наиболее явных примеров межгосударственного и международного научного сотрудничества. Посещением Австралии и островом Новогвинею ученый не ограничивался, поэтому на обратном пути из Сиднее он тщательно документировал происходящее на Новой Каледонии и Соломоновых островах, а также западной микронезии. Традиции исследования океаний, заложенные Николаем Николаевичем и Клухом Аклаем во второй половине 19-го начала 20-го века были поддержаны новыми поколениями русских ученых. Например, Александр Леонидович Ященко, который еще со студенческих лет приославится своими незаурядными способностями и любознательностью, провел исследование облиц австралийского острова Киллупанина, которое располагается в западной части Австралии, в 1903 году. В 1907-1908 году исследование в океане провел Владимир Владимирович Светловский. Он посетил Гавайские острова, остров Новой Гвинеи, Саму, Австралию, Новую Зеландию, а также собрал ценную коллекцию, которая хранится в Музее антропологии и этнографии, то есть в Кунсткамере. И еще при жизни исследователя данная коллекция получила высокую оценку специалистов. Также важно упомянуть о Владимире Николаевиче Любименко, который в 1913 году провел исследование в области ботаники и зоологии, будучи в Австралии. Во время своего пребывания на Пятом континенте он внимательно изучил коллекции ботанических садов и установил связи с австралийскими коллегами-ботаниками. В 1971 году в океанию направился шестой рейс научно-исследовательского судна Дмитрий Менделеев, который был посвящен двойной годовщине столетию со дня первой высадки в Бонгу Миклуха Маклая и 125-летию со дня его рождения. Это был первый выезд советских этнографов в океанию. В июле 1971 года экспедиция достигла залива Астролябия, где раньше стояла хижина Миклух Маклая. На берегу начала собираться толпа, которая хмуро и настороженно смотрела на приближающуюся шлюпку. Ее настроение изменилось, когда они услышали «О таму кае» «Го абатра симум» То есть, что означает «О, люди, здравствуйте, мы с вами братья». Хорошее знание местных языков привело на бонгуанцев большое впечатление. И они были крайне рады узнать, что советские ученые прибыли из Таль-Маклай, то есть деревни Маклая. Ученым пришлось употребить слово «таль», так как в местном языке не было слова, обозначающего страну или государство. За шесть лет в океане произошли большие изменения, которые знаменовали конец эпохи колониализма. Если в 1971 году советская экспедиция посетила островные территории, которые находились под управлением колониальных держав, то в 1977 году вся работа экспедиции велась на островах, входящих в состав трех освободившихся стран – Папуа-Новой Гвинеи, Тонго и Фиджи. В отдых Папуа-Новой Гвинеи советские ученые работали почти полтора месяца. За это время они побывали и в ее столице, городе Порт-Морсби, в портовых городах Мадан-Кылай, Требианских островах и Новой Ирландии. Утром февраля 1977 года экспедиция прибла к деревню Бонго, жители которой приветствовали команду ученых громкими возгласами. Среди встречавших был старейший житель деревни Тонок. Уже в первый день ученые заметили перемены, связанные с предоставлением Папуа-Новой Гвинеи государственной независимости. Так, днем на деревенской площадке состоялось собрание жителей нескольких деревень, на котором обсуждались местные дела и предстоящие выборы в парламент Папуа-Новой Гвинеи. В ходе экспедиции советским ученым удалось собрать сведения о 63 бонгланских семьях, что составляло примерно три четверти от их общего количества в деревне. А также в ходе экспедиции оказалось, что жители деревень сохранили добрую память о Тамурус Маклай, и он превратился в легендарную фигуру в местных преданиях. Первая научно-исследовательская экспедиция по следам знаменитого путешественника и ученого-гуманиста Миклуха Маклая в новейшей истории России была осуществлена под руководством его потомка и полного тезки в 2017 году. В сентябре 2017 года команда исследователей прибыла в столицу город Порт-Морсби, а затем в одни из крупнейших городов страны город Макданг, откуда отправилась на берег Маклая. Новогвинейцы встречали экспедиционную команду с большими почестями, а о визите потомками Плуха Маклая узнала вся Папуа-Новой Гвинея. Уже на следующий день папуасы вместе с российскими путешественниками отпраздновали День независимости государства Новогвинеи, а также впервые истории Папуа-Новой Гвинеи вместе с Россией отпраздновали День высадки Миклуха Маклая. В этот день на берегу Маклая собралось более трех тысяч папуасов вместе с членами экспедиции и почетными гостями с сэром Майклом Самарой, отцом нации, во время пребывания которого на посту премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи обривали независимость, а также с сэром Питером Бартером, известным общественным политическим деятелем страны, оказавшим огромную помощь экспедиции. Со временем своего пребывания в Папуа-Новой Гвинеи члены экспедиции посетили деревни Гаренду, Бонго и Гумбу, где изучили быт и культурную динамику, запрошедшие с момента последней русской экспедиции 40 лет. В 2019 году состоялась вторая экспедиция, организованная потомком и полным тезкой путешественника Николая Николаевича Миклуха Маклая в Папуа-Новой Гвинеи, целью которой стала организация культурного, научного, гуманитарного и делового сотрудничества между Россией и Папуа-Новой Гвинеей. После двух дней в пути пересадок и смены часовых поясов экспедиция прибыла в город Порт-Морсби, после чего продолжила свое путешествие. Экспедицию встречали журналисты, фольклорный арсабль, а в первый же день Николай Миклуха Маклая-младший встретился за завтраком с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером Анилом, который пожелал экспедиционной группе успехов. Перед путешествием на берег Маклая экспедиция посетила город Макданг для закупки, провизии и более тщательной подготовки. Для этого в Макданг прибыли жители деревни Гарендус берега Маклая. Будучи в деревне, команда экспедиции также погрузилась в реальную жизнь местных жителей берега Маклая и решили освоить охоту, научились рыболовить рыбу при помощи копья и огородничества. Таким образом, мы видим, что результаты российских исследований в океане имеют неоценимое значение для каждого из нас, а подробное освещение фондом имени Миклуха Маклая столь значимой вехи в отечественной истории открывает новые блестящие перспективы для вовлечения в исследования океанинского региона молодых поколений ученых. Субтитры создавал DimaTorzok